День республики 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 решила написать обращение в ХУРАЛ, в наш законодательный орган, для того, чтобы внести изменения в праздничные знаменательные дни республики и внести 5 ноября днем, обозначить 5 ноября днем калмыцкого телевидения и радио. Вещание, пробное вещание началось 5 ноября. 7 ноября уже началось регулярное вещание. Вещание велось на 11-м телевизионном канале, передатчик был мощностью 5 кВт. Примерно дальность приема была около 50-55 км. То есть, получается, в 1967 году телевидение смотрело у нас, город Телеста смотрел и ближайшие районы. Да, на тот момент, скажем так, парк телевизионных приемников у населения был ограничен, но все равно для всей Калмыкии это было эпохальным, важным событием. Учитывая важнейшую роль телевидения и радио в формировании общественного мнения, освещении деятельности главы республики Калмыкия, народного хурала парламента республики Калмыкия, правительства республики Калмыкия, а также на основании вышеизложенного, можно утверждать, что за столетнюю историю государственности республики электронные средства массовой информации и региона сформировались как отдельная отрасль народного хозяйства и вполне достойны своего отдельного профессионального республиканского праздника. Инициативная группа из представителей регионального СМИ уже обратилась к главе республики Батухаськову и депутатам народного хурала с просьбой рассмотреть вопрос учреждения праздничной даты. Это письмо мы обсудили на фракции, народном хурале, всеми депутатами. Очень понравилась справка об основании, конкретика, объемность, повторюсь еще раз. Было принято решение проработать этот вопрос как положено на комитете и понимая, что это было еще раз 50 год назад, что в этом году будет 55 лет калмыцкому телевидению, решили этот вопрос отложить на третий квартал. Вот сегодня, уже в третьем квартале 2022 года, в преддверии, скажем, 55-летней калмыцкого телевидения. Мы дорабатываем это в комитете и уже на ближайшей сессии народного хурала предложим этот вопрос для рассмотрения всех депутатов народного хурала. Сотрудники отделения судебных приставов по особым исполнительным производствам выскали зарплату на общую сумму более 400 тысяч рублей в пользу работников одной управляющей компании и акционерного общества. Пресс-служба ФССП по Калмыкии напоминает, если работодатель задерживает или не выплачивает заработную плату, граждане могут использовать различные способы защиты трудовых прав. Работники имеют право обращаться в надзорные и правоохранительные органы, в комиссию по трудовым спорам или в судебные инстанции. В Листу прибыла очередная партия лекарственных средств для проведения в регионе плановых ветеринарно-профилактических мероприятий для иммунизации животных в Калмыкии. В четвертом квартале текущего года за счет средств федерального бюджета в регион было доставлено 500 тысяч доз вакцины против ящера и свыше 97 тысяч доз вакцины против бешенства животных, а также свыше тысячи наборов тест-системы и ряд других ветеринарных препаратов. Все полученные вакцины и тест-системы распределены по районам республики для выполнения плана противоэпиземиологических мероприятий до конца года, сообщает Управление ветеринарии Калмыкии. Выпуски новостей и также другие передачи нашего телеканала смотрите в цифровом вещании канала ОТР на 21-й кнопке в IPTV зеленой точки Русь Телекома и на официальных аккаунтах во Вконтакте и Телеграм. На этом у меня все. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова